Доброе утро. Министр здравоохранения Ауэль Лесвирига заявляет, что пока не планируется изменять порог заболеваемости коронавируса в странах, чтобы снизить необходимость принудительной изоляции за общей позиции стран Балтии. Высокопоставленные европейские чиновники в настоящее время обсуждают пересмотр порога, выше которого страны включаются в список затронутых стран. Определение числа 16 случаев на 100 тысяч жителей стало результатом обсуждения и вполне вероятно, что этот предел может быть увеличен, потому что если большинство стран превысит этот предел, больше не имеет смысла изолировать друг друга, особенно если показатели схожи. Литва эту позицию будет поддерживать, добавил Верига. Политика За месяц до выборов в 7-17 участвующих в них политических партий представят в Вильнюсе свои предвыборные программы. Пресс-конференции будут транслироваться в прямом эфире на платформах Ютуб и Фейсбук. Первый тур выборов в 7 состоится 11 октября. Клайпетский порт Будут предприняты попытки остановить развитие Клайпетского порта с помощью сотрудников правоохранительных органов. В декабре 2019 года правительство утвердило план развития Клайпетского порта. Но с этим планом категорически не согласны представители местных организаций, которые возражают против планов строительства внешнего глубоководного порта и вырубки части Геруляйского леса. Поскольку акции протеста не принесли никаких ощутимых результатов, общественность собирается обратиться в Генеральную прокуратуру и Конституционный суд. По мнению юристов, для этого необходима поддержка пятой части членов Сейма. Здоровье В эту пятницу должны быть обнародованы первые результаты так называемого теста популяции. Этот тест показывает, если в крови человека антитела, переболел ли он коронавирусом, сам того не зная. При этом отмечается, что клайпетчане сильного интереса к этому анализу не проявили. Далеко не все жители, получившие предложение участвовать в тесте, приехали и сдали кровь. Коронавирус По последним данным, очередная коронавирусная инфекция была обнаружена в Международном университете ЛСС у студента из Украины. Это уже пятый привозной случай в этом университете. Все инфицированные и астронные студенты изолированы. По словам представителей учреждения, студент, нарушивший требования самоизоляции, может быть отчислен из вуза. По словам руководителя Национального центра общественного здоровья Роланда Ленгене, из-за выявленной коронавирусной инфекции в настоящее время изолировано проживают более 200 студентов, их родителей и учителей. Специалисты отмечают, что коронавирус все чаще встречается в Литве среди молодых людей и число бессимптомных случаев растет. Нравы В ответ на полученную выходную информацию о нелегальных собачьих питомниках и пытках животных, полиция согласилась с Государственной продовольственной ветеринарной службой организовать совместные бригады и превентивные рейды, а также создать межведомственную группу с участием неправительственных организаций. Официальные лица и некоторые политики также предложили ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными. Для тех, кто за рулем Полиция напоминает водителям, что в городе проводятся рейды. Особое внимание уделяется участкам дорог около школ и детских садов. За первую неделю учебного года в Хлопецком регионе было остановлено 9 нетрезвых водителей. Также 10 человек управляли транспортным средством, не имея прав. 36 водителей пользовались телефоном во время езды за рулем.